Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Сидоров Александр Вячеславович. Это мой коллега Сергей Андреевич Шевчук. Так, и тема нашего доклада представлена на слайде. Небольшой дисклеймер перед тем, как мы начнем наше повествование. Хотелось бы сказать, что все, что будет озвучено далее, оно касается в первую очередь представителей субъектов электроэнергетики и в гораздо меньшей степени касается разработчиков программного обеспечения в сфере области электроэнергетики, а также совсем небольшие компании, которые условно владеют одним выключателем и не нуждаются в своей полноценной информационной модели. Но, конечно, если они хотят создавать такую информационную модель, мы им запретить не можем. Не нужно объяснять всем здесь присутствующим, для чего вообще нужен сим, но, к сожалению, в нашей области не все коллеги обладают настолько же высокими компетенциями. И здесь уже звучало достаточно много раз, зачем нужны информационные модели, какие функции они позволяют выполнять. И, в принципе, здесь на слайде представлены только некоторые сценарии их использования. Как мы видим, передача информации в ДСС системы оператора – это только одна из задач, которая требует абсолютно небольшого количества данных. Но по этой схеме видно, что все равно во главе угла стоит человек. Так же, как и сто лет назад, так и сейчас, кадры решают все. И подготовка этих кадров, повышение квалификации этих кадров, она все равно стоит во главе угла. И появляется большой вопрос. Мы видели вот это вот из всех предыдущих сегодняшних докладов. Кого вообще нужно обучать СИМУ? Чьи компетенции непосредственно нужно повышать? Мы слышали различные подходы к процессу обучения, к тому, какие кадры должны выполнять создание и поддержание информационных моделей. Поэтому давайте разберемся, а кто все же должен этим заниматься. Сейчас, если субъекты электроэнергетики не отдают поддержание и создание информационных моделей на аутсорс, мы видим две основные картины. Первое, которое представлено слева на слайде, это когда задача по моделированию отдается на откуп существующим служебным подразделениям. То есть служба подстанции, служба режимов, это в первую очередь именно технологи, которые берут на себя некие компетенции по моделированию. Они обучаются базовому владению СИМ. Они достаточно сильно погружены в те программные комплексы, которыми они пользуются. Но при этом они не владеют СИМом на настолько глубоком уровне, чтобы заниматься, например, интеграцией различных моделей и комплексов между собой. И не могут, условно говоря, написать ГОСТ. Другой же случай, другой сценарий, это создание отдельного центра компетенций, который будет очень глубоко погружен в моделирование, который будет очень глубоко погружен в СИМ, но при этом практически не будет касаться технологических задач. Это приводит к тому, что технологи не отрываются от своих задач, от выполнения своих процессов. Они просто передают информацию в центр компетенций, который бедный пытается все это поместить в свои программные комплексы. Таким образом можно сказать, что существует три основных вида кадров, которые необходимо обучать. Все они представлены на экране, но очень важно понять, что необходимо разграничивать между собой. То есть технолог должен знать свое программное обеспечение, он должен знать технологии, уметь решать технологические задачи, но он не должен заниматься интеграцией. IT-специалист может перезагрузить сервер, но не должен помогать технологам. Центр компетенций, соответственно, не должен перезагружать сервера и обслуживать их. Естественно, в различных компаниях, в различных организациях представленные сотрудники могут каким-либо образом перемешиваться между собой. То есть центр компетенций может, например, выступать администратором комплекса, но важно не пытаться создать сверхчеловека. Для решения абсолютно каждой задачи в процессе моделирования нужны абсолютно уникальные компетенции, взращением которых необходимо заниматься нам всем. К сожалению, на данный момент отсутствуют отраслевые общие программы подготовки и повышение квалификации кадров в области сим. Если говорить о том, как это происходит в системном операторе, то у нас средства как подготовки новых кадров, так и повышения квалификации существующих достаточно традиционные. То есть при внесении каких-то изменений, при обновлении каких-то стандартов, подходов у нас проводится ВКС, у нас публикуются медиа-лекции, на основе которых меняются, актуализируются курсы повышения квалификации и программы обучения, по которым проходит подготовка сотрудники. Что говорить о студентах, у нас есть отличная программа в Томском политехническом университете, программа двойного диплома, которая позволяет взрастить как суровых технологов, которые отдельно обладают знаниями и навыками по силам. А также наше нововведение, это новая учебная программа в Уральском федеральном, прошу прощения, университете, о которой расскажет Сергей. Всем добрый день, уважаемые коллеги. Да, я хотел бы проиллюстрировать идеи, которые озвучил Александр, на примере нашего взаимодействия с Российским федеральным университетом. Они в 2023 году обратились в Урала с предложением посотрудничать в области разработки новой учебной программы по сей моделям для студентов заочной магистратуры по направлению системы и сети. Мы на это предложение с удовольствием откликнулись, потому что понимаем, что компетентные кадры во всей отрасли – это решение многих проблем системного оператора в частности. Нам нужно будет меньше работы осуществлять в плане проверки моделей, выдачи замечаний и так далее. Мы определились с форматом этого обучения, решили, что специалисты АДУ не будут читать лекции. Читать лекции будут и вести практические занятия непосредственно преподаватели кафедры автоматизированных электрических систем УРФУ. Но для того, чтобы они обладали всеми необходимыми, актуальными, свежими компетенциями, мы организовали для них стажировку в Урала двухнедельную. Далее было решено разрабатывать теоретические справочные материалы силами специалистов кафедры, а АДУ оказывала им консультативную помощь. После чего была проведена учебная программа и собрали обратную связь. И в этом году хотели бы продолжить сотрудничество в целях доработки этой программы. В ходе двухнедельной стажировки, которая проводилась для преподавателей кафедры, мы посвятили их во все действующие деловые технологические процессы системного оператора, которые выстроены на СИМЕ. Познакомились с программными комплексами, которые мы используем. Научили их правильно читать и трактовать все ГОСТы 58, 651, чтобы у них не было недопонимания. Как выяснилось, все-таки их формат труден для восприятия энергетиками, технологами, не айтишниками. Далее мы немножко погрузили их в основные принципы описания антологий, СИМ в частности. Познакомились с действующими методическими указаниями по цифровому моделированию электрических систем. И потом совместно с ними приступили к разработке наглядных материалов для студентов, то есть UML-диаграмм объектов для каждого вида оборудования. Мы опирались на два фактора, когда эту учебную программу разрабатывали. Мы понимали, что мы делаем программу не для IT-специалистов. Это была программа для студентов-электроэнергетиков. А значит, разговаривать с ними нужно было все-таки на языке энергетики. И мы хотели добиться того, чтобы эта учебная программа была отвязана от ПО конкретных вендоров, чтобы студенты поняли какие-то базовые принципы и потом могли их применить в работе с любым программным комплексом. Учебная программа, которая была разработана в итоге, состояла из теоретических занятий и лабораторных работ. Лабораторные работы включали в себя, во-первых, самостоятельную разработку студентами новых UML-диаграмм по конкретным видам оборудования. Они учились трактовать информацию об энергообъекте и размещенном на нем оборудовании, описанном в формате CMXML. И как завершающий этап они осуществили самостоятельное формирование описания XML-файла на основе текстового описания энергообъекта и его оборудования. На данном слайде показаны примеры UML-диаграмм, которые были разработаны в ходе стажировки преподавателей, а потом дополнительно еще дорабатывались студентами. Ну, в свои собственные, в смысле, разрабатывались. И вот эти разработанные UML-диаграммы, они помогли в дальнейшем и в деловых процессах от Урала. Мы их использовали как справочные наглядные материалы для обучения, подготовки наших специалистов и доводили их до ДЗО Россетей, Росгидрус, Наргоатому, с которыми взаимодействовали, просто как справочные материалы. Ну и перейдем к выводам. В ходе разработки программы мы еще раз убедились в том, что стандарты SIM и принципы объектного моделирования достаточно сложны для понимания технологами и обязательно необходимы наглядные учебные материалы. По результатам работы в 2023 году стажировку прошли два преподавателя кафедры, автоматизированных электрических систем УРФУ. И в 2023 году эту учебную программу прошли 13 студентов заочной магистратуры. Приятно осознавать, что один из них даже присутствует здесь в зале. В 2024 году мы планируем продолжить сотрудничество с кафедрой АЭЛС-УРФУ. Для доработки учебной программы мы получили обратную связь от студентов, в целом положительную, но также была и конструктивная критика, которую мы хотим учесть и программу доработать. Ну и также хотели бы сказать, что до Урала готовы сотрудничать и с другими вузами. Если у кого-то появится желание подобные учебные программы внедрить, мы можем в этом направлении посотрудничать. Всем спасибо за внимание. Готовы ответить на ваши вопросы.